Это очень интересно, когда у вас плохое настроение, плохое состояние, когда у вас кризис, как переключиться на хорошее настроение? А дело в том, что когда у вас плохое состояние, это как фильтр восприятия, частота, которая воспринимает всё плохое в жизни, вспоминает всё плохое в жизни. Настройка такая. Фильтр, установка, парадигма, точка зрения и многое-много Другое – это как раз-таки вот эта точка зрения, с какой вы смотрите на все вещи. А вам нужно, когда вам плохо, настроиться на хорошее. А как? Надо в этом плохом что-то найти позитивное. Такое маленькое-маленькое. Вот мне было плохо-плохо, такое настроение плохое, творческий застой. Я нашел позитивное. Я вспомнил, что после кризисов всегда все бывает лучше. Просто люди не обращают на это внимания. Главное – там не застрять. А не застрянешь, если ты знаешь, ради чего это напряжение. Как холодный душ. Когда ты знаешь, ради чего ты делаешь этот холодный душ, ты закаливаешься. И потом все хорошо и легко. А когда не знаешь, можешь и простить. Поэтому ты знаешь, что когда тебе плохо, настройся на то, что тебе будет хорошо. Но как это сделать? Найди в этом плохом что-то хорошее. А я вот рисовал-рисовал и нашел. Нашел. Я никак не мог ее дорисовать, эту картину. Размечтался. Размечтался. И у меня вот это вот. Он лежит вот здесь. И казалось, что вот картина, которая здесь и небо, как бы они разделены. И, наконец, я нашел причину, что, оказывается, надо было эту подушку, которая здесь была, увеличить. И он теперь стал действительно и в комнате на диване, и как бы лежит, как в детстве, смотрит на облака и думает, поскорее бы вырасти, мечтает. Так вот, чем отличается гений от ненормально. Гений мысли с результатом. Я не про себя говорю, я про тебя говорю. Потому что и ты гений, и я гений, и все гении, если они понимают, как делать переэнергию, чтобы не застревать в неприятных настроениях, а переключаться. А вот поэтому, когда у тебя будет плохое настроение, вспомни, что я тебе говорю, что после этого будет обязательно лучше. А для этого переживай плохое настроение, как холодный душ, при этом зная, что ты закаливаешься.